Торжественный митинг на плацу и старт дан. Для российских военных начался летний период обучения. 30-я бригада в Рощинском первый раз включилась в масштабный учебный процесс. Часть совсем молодая, создана всего полгода назад. Коллектив подобрался достойный, только контрактники, многие с большим опытом службы. К тому же 90% вооружения либо только с завода, либо модернизировано. В ближайшее время поступят еще и новые автомобили. Особенность бригады в том, что она сможет выполнять практически любые задачи на незнакомой местности, в горах и лесах. 30-я мотострелковая бригада в своем роде уникальна. Она очень мобильна. Совсем недавно бригада получила новую технику. Вот такие командно-штабные машины связи и БТР-82. Легкий период обучения для бригады очень ответственный. Военнослужащим предстоит освоить навыки работы на современном вооружении. Но одна из главных задач это сплотить личный состав и создать единую команду. Первый учебный день начинают с лекций. Военные нацелены на отличный результат. Их соседи. 15-я бригада признана одной из лучших в вооруженных силах России. И 30-я оставать не намерена. Задача одни. Это совершенствовать боевое мастерство. Подтвердить свои классные квалификации. Те, у кого были. Те, у кого не были. Достичь каких-то максимально определенных высот. На эту бригаду мы возлагаем очень большие надежды. Потому что командование новое. Рвение у всех очень большое. Отдельное внимание спорту. И тут в ход идет личный интерес. В зависимости от уровня подготовки военные контрактники получают существенную прибавку к зарплате. Поэтому турники штурмуют и в свободное время. После ужина в 20 часов, в 21 часу, тут очень много людей просто самостоятельно бегают, занимаются ни под какими командами. Они понимают, что это дополнительное стимулирование. И они могут получать в два раза больше того, что им, допустим, определено их занимаемой должностью. Никита Ковалевский в бригаде с момента ее образования даже не ожидал, что служить придется в столь комфортных условиях. Бытовые проблемы от занятий не отвлекают. Кухня на уровне, жилье тоже. Молодые и холостые живут в казармах, которые сейчас напоминают скорее гостиничные номера. Военным с семьями предоставляют квартиры или общежития. Сейчас молодой человек намерен строить карьеру в армии. Пока цель – офицерское звание. Хочется побольше выслуги и звания выучиться. Батальонно-тактическая группа уже готова приступить к занятиям на полигонах. Но штат бригады продолжают комплектовать. Особо приветствуют водителей с правами категории С. А по новому закону пойти служить сразу по контракту могут и выпускники СУЗов, даже если они не прошли срочную службу. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Субтитры подогнал «Симон»